Здравствуйте, дамы, господа и друзья! Добро пожаловать, учителя и друзья, в программу «Жить здоровой» с доктором Дууэнтио, которая транслируется в прямом эфире на моем канале Ютубе под названием «Доктор Дууэнтио офишен» на канале Ютубе. Я получил много вопросов о АИР обыкновенной. АИР обыкновенный распространен в Европе, при Бантике, на Кавказе, в Малой Азии, Индии, Китае, Японии, в Северной Америке. Встречается в Средней и Южной полюсе Европейской части России. Его можно встретить в Восточной Сибири и на Кавказе, почти по всей территории Украины, Белоруссии, Казахстана. АИР происходит из Восточной Азии, родина Индия, Китай. Оттуда он распространился на Ближний Восток, в Турцию и далее в Восточную Европу. С 16 века АИР культировали в ботанических садах Западной Европы. Позднее он обещал и широко распространился по водоемам всей Европы. Как лекарственное растение АИР хорошо знали в Древней Греции и Риме. Первое литературное упоминание об АИР появилось в работах Виппократа. Четыреста шестьдесят до триста восемьдесят годов до Н.Э., который, побывав в Скифе, описал его целебные свойства. Древнегреческий врач Биоскорид рекомендовал применять это растение при заболеваниях печени, селезенки, дыхательных путей, а также как мочегонное и тонизирующее средства. Древнеримский ученый и врач Плини-старший описал в своих трудах АИР и лекарства из его. АВИЦНК рекомендовал его в качестве мочегонного средства, как очищающее при заболеваниях печени и желудка. Травянистое растение с длинным, пользучим корневищем. Лися узколинейные, ярко-зеленые, мясистые, мечевидные, очередные, шириной 2 до 5 и длиной 60 до 120 сантиметров. С одной стороны желебчатые, с другой с острым ребром, расположены отдельными пучками на верхушках и боковых ответвлениях корневищ. Степель прямо стоящий, неветвистый, зеленый, похожий на листьях. Листья срастаются друг с другом, окружая главный степель, так что соцветствие как бы выходит из середины листа. Айр булочный представляет собой высокое многолетнее травянистое растение, которое относится к семейству арониковых. У этого растения украс бурый, его корневище, тончтое и пользучее. Листья острые, в ленину достигают 1 метр и по форме похожи на меч. Они своими основаниями охватывают друг друга. Степель, на котором имеются цветки, начинается на верхушке корня. Этот корень зеленого украса с одной стороны имеет ребро, а с другой – желобок. Выше початка расположена верхняя часть початка. Еще ее называют покрывалом, потому что она похожа на лист. Этот початок имеет форму цилиндра. Он отклоняется от цепля. В початках имеет множество цветков, которые расположены на мясистой оси. Айр булочный произрастает на сильно увлажненной почве. Он укрепляется в почве своим сильным корнем, имеющим много ветвей. Длина корня достигает 150 см. Айр булочный растет возле воды на берегах озера и рек. На болотах он образует большие заросли, которые бывают чистыми, а бывают и со всемяси усок и хвощи. Хорошо растет в степной и лесостепной зонах, по берегам водоемов на болотистых почвах, затопленных полях и в балках. Растет по берегам рек и водоемов на болотах и болотистых лугах. Сегодня не каждый сможет найти и собрать Айр. Однако многие все-таки его находят и делают из него заготовки. Чтобы людям было легче созданы специальные хозяйства, которые выращивают Айр. С начала осени и до начала зимы делают заготовки Айра. Его выстаскивают из ила с помощью граблей или вилл. Затем уже собранные корни нужно отмыть от загрязненной, срезать оставшиеся листья. После этого корни следует провялесть, оставив растение на открытом воздухе. Далее необходимо разрезать корни на кусочки, длина которых составляет 10 до 20 сантиметров. А если корень сильно тонстый, то его нужно расщепить вдоль. Сушать сырье под железной крышей при температуре 30 до 35 градусов С. Повышать температуру нельзя, так как эфирное масло быстро улетучивается. Корни виша считаются хорошо высушенным, тогда, когда они легко ломаются. Эфирного масла в корневшище Айра примерно 5%. В нем также присутствуют дубильные вещества, аскорбиновая кислота, смолы, медь, крахмал. Высушенные заготовки Айра представляют собой губчатые кусочки корней, которые очень легкие. Неочищенные корни имеют сплюснутую форму, слегка изогнутую наружный окрас, желтоватый, бурый, имеющий красноватый или сероватый, зеленый оттенок. В большей части высушенные корни получаются расшепленными. очищенные и расшепленные корни растения на изломе и с наружной стороны должны быть белого или розоватого оттенка. Высушенное сырёв своеобразно пахнет и имеет пряно-горкий вкус. Полезные свойства Айра Издавна люди знали, что Айр бутны обладает многими лечебными свойствами. Данное растение очень часто используют в народной медицине. Из корней Айра бутны изготавливают настойку на водке, которую применяют с лекарственной целью. Отвар из Айра бутного помогает при печеночных заболеваниях, болезнях мочевого пузыря, дневной системы при туберкулезе, а также настойка из Айра бутного используется при ревматизме. Если у человека изжога, то и тут ему поможет корень Айра, который нужно просто пожевать. Отвар из корней Айра бутного применяют люди, которые хотят укрепить волосы на голове, а также страдающие лишаем. Женские заболевания тоже можно вылечить при помощи Айра бутного. Его отваром нужно сделать спринцевание. Гнирозные раны присыпают порошоком из Айра бутного. Люди жалуются на боли в желудке, могут принять отвар Айра внутрь. Корни растения оказывают действие, повышающие аппетит, улучшают пищеварение, а также усиливают рефлекторное отделение сока в желудке. На сегодняшний день Айра бутный используют в медицине как средство от язвенной болезни. А в ветеринарии корни Айра бутного нашли применение в качестве желудочного средства. Химический состав Айра. В корне Айра содержатся эфирное масло, дубильные вещества, глинкозит – акурин и онкалоид – каламин. Листья Айра также содержат дубильные вещества и эфирное масло. Эфирное масло состоит из смеси терпенов, сэквир черпенов, а носителями запаха у него являются азариналь дельвиды. Также в корнях Айра есть немного недушистого мысла. А еще в корне Айра бутного содержатся витамины, крахмал, белок, минеральные вещества. Все они являются веществами сопутствующими. Применение Айра в нетрадиционной медицине довольно разнообразно. Свежие корни используют для обеззараживания воды. Отвары назначают при заболеваниях зубов и бисен. Эффективен Айр болотный при болезнях желчных путей и печеней в камнях в почках. При лейкозе применяют лечебный травянный сбор, куда входят корень Айра, крапива и девясиль. Полезень Айр для улучшения пищеварения и подъема аппетита. Корни Виша Айра иногда применяют при болезнях центральной нервной системы. Рассветные порошок помогают при изжоге в носе и неприятном запахе из рта. Препараты из Айра снижают артериальное давление и усиливают отделение мокроты. Их полезно принимать при гастрите с пониженной кислотностью желудка. Растения также используют для быстрого заживления ран. В гинекологии применяют отвар Айра при заболеваниях кокковой и трихомонадной этиологии, вторичной аменореи, недостаточности функции яичников. Корень Ира. О бактерицидных свойствах корня Ира известно многим. В традиционной медицине спиртовые настойки из него рекомендуют для улучшения аппетита. При желудочно-кишечных заболеваниях, а также как хорошее отварное кирвающее и тонизирующее средство. При детском рахите и диатезе делают ванночки главным компонентом, которых является Айр. Гораж до шире корень Айра используется в народной медицине. Из него готовят различные отвары и спиртовые настойки. Порошок из корня Айра применяют в качестве присыпки или гнойных язв и ран. К тому же это хорошее неухотельное средство для лечения простуды или синусовой головной боли. Оно очищает дыхательные пути, способствуя чиханию. Айр – эффективное средство для нейтрализации разрушающего эффекта наркотиков, в частности марихуаны. Если с марихуаны выкурить шепотку мелкой стружки корня, то Айр полностью пресекает токсичное действие наркотика. По сути, корнем Айра можно нейтрализовать способные эффекты всех галлюциногенов. Если принимать шепотку порошка с половиной чайной ложки меда утром и вечером, то это средство улучшает память и излевчивает от изжоги. Отвар и настой корня Айра в виде сидячих воночек помогают при галлюциногене. Помимо этого, Айр оказывает болеотворяющее и тонизирующее действие, повышает секрецию содержимого желудка. Его принимают для улучшения зрения при лечении гепатитов и холектиститов. Цветы Айра Айр почему-то не пользуется большой популярностью в домашнем цветоводстве. А ведь он очень вынослив и неприхотлив. Растение особенно подходит тем, у кого мало времени для ухода за цветами. Нужно только следить, чтобы почва у растения была всегда влажная, так как этот цветок растает. В основном на болотах горшок с растением можно поставить на поддон с водой и добавлять ее по мере надобности. Айр неприхотлив в отношении температуры, он хорошо себя чувствует при 6 до 16 градусах. Прекрасно растет в тени и не выносит прямо в солнечных лучей. Любить помещения с влажным воздухом. Удобрение почвы не требуется. Айр размножается делением куста в течение всего года. Цветок можно использовать в лекарственных целях при артериальном давлении, болезнях желудочно-кисячного тракта при выпадении волос. Лечебными свойствами обладают корневище и корень аира. Заготавливают корневище осенью или ранней весной. В нетракцизационной медицине аир используют давно. Насначают препараты из аира при болезнях печеней, маляре, рахите, болезнях почек и мочевого пузыря. Они оказывают тонизирующее влияние на угнетенное состояние нервной системы, улучшают слух и зрение. Действуют как бактерицинские средства во время эпидемии гриппа холеры. Благодаря отхаркивающим свойствам аир вылечивает бронхит. Это растение используют также при хронических заболеваниях спинного мозга. Благодаря отхаркивающим свойствам аир. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...